Евгений Алексеевич, того, что происходит сейчас на Украине, публичное унижение, казни, пытки наших солдат, мы можем говорить о том, что наших русских братьев режут? Русских? Не русских братьев, а просто, что на Украине идет геноцид русского народа. Русских режут, без того этого не можем допустить. Начинается, слово начинается, геноцид русского народа. Начинается, а начался, начался. Дугин сегодня сейчас, мы смотрели, Россия 24, он в прямом эфире говорит, что ребятам началась война, реально началась. Нет, война и геноцид разные вещи. Начинается геноцид русского народа. И, ну, как бы он на самом деле не останавливался 20 лет, просто формы менял. Переходит к горячей фазе, идет вопрос о ликвидации вообще понятия русской нации на земле. Как таковой. Конечно. Я думаю, что пару лет, и этот вопрос даже меньше станет в России, в полный рост. Это все российские события. У нас думают, что это украинские события. Само по себе то, что... Вы писать-то начали? Да. Само по себе, что начали делить, что вот есть Украина, окраина, Русь и Россия, как бы, и там разные народы как-то живут. Уже само по себе есть обман. То есть, забивают его 20 лет. То есть, это называется уничтожать русский народ по частям. Начали с украинской части, Русь. Сейчас перешли уже от холодной оккупации в горячую. То есть, там, в чистом виде вооруженные силы иностранных государств. В лице боевиков, как бы, их внешняя компонента внутренняя, там, чисто иностранцы. То, что там, когда появятся формы НАТО, ну, это вопрос нескольких, ну, может, полгода-год. Просто сейчас эта форма НАТО, она не в форме ходит, будут ходить в форме. Вот и вся разница. Те же самые. Так они сейчас уже ходят в камуфляжи, в касках армейских. Я понимаю. Это и есть иностранное государство ввело войска вооруженные силы на территорию Украины. До этого Украина была в оккупации. Сейчас она перешла в военно-вооруженную оккупацию. То есть, абсолютно та же событие, которое мы многократно там же и наблюдали. Мир-то, он какой был, он такой всегда остается. Вопрос, что для нас... Второй вопрос. Понятно, что мы предали Украину, не рассматривая это как один народ. Это в головах, надо понимать. Второй этап удар по России. Я думаю, что эта вся вооруженная сила вторгнется в Россию. Дальше возникают варианты, на которые я смогу, как аналитик, ответить через несколько недель. То ли они начнут... Это самое... Такое... Немецкое это слово... Быстрое наступление. Нашли? Нет, быстрое наступление. Блицкриг. Блицкриг. То ли начнут Блицкригом попытаться. То есть, условно говоря, перегруппируют силы из Украины, их перебросят в Россию в ближайшие пару месяцев. Ну, к лету, скажем так. Москву или ближайшие? Москву. Какую область? Москву пойдут. Это вся колонна пойдет на Москву. Понятно, это будет через пару недель. То ли они все-таки возьмут паузу на год, и наступление на Москву будет в следующем году. Но они будут ожидать усиления. Да? Для чего пауза на год? Им нужно Москве подготовить пятую колонну. Получше. Ну, имеется в виду, усиливаться за это время. Давайте так. Как будет выглядеть наступление? Это же механизм интервенции Соединенных Штатов, как они его отработали многократно, он выглядит очень просто. Пятая колонна мощная, которая принимает наступающие части. То есть, наличие пятой колонны – обязательный фактор наступления. Вот на Майдане и все остальное – это бутафория, да, то она вооруженная, но на самом деле заранее подготовлена мощная пятая колонна. Заранее все готово сдаться. Ну, для сдачи чиновников, для сдачи политиков им нужен повод. Повод – это вот, пожалуйста, вооруженные компоненты силы. Но само по себе, если бы украинская власть не была пятой колонны, само по себе, заранее подготовлена, они бы просто это отбили еще три месяца назад, вообще без разговоров. И сейчас бы могли отбить, потому что понятно, что государство всегда сильнее вооруженных, даже вооруженных террористов. В России-то отбили в 90-е годы, и в начале 2000-х Путин отбил, так и там могли отбить. Просто наличие пятой колонны – обязательный фактор. И то, что они будут наступать сейчас на Россию – обязательный фактор пятая колонна в Москве. Просто без этого не может быть наступления. И мы, если пятая колонна в Москве, по линии СМИ мы видим, что есть. Потому что СМИ запрещено говорить правду. И нашим, в том числе, и вестям, и...